Друзья, всем привет! Я надеюсь, вы помните золотое правило здорового образа жизни, очень гармоничного, от Wellness by Oriflame. Это, конечно же, правильное питание, это физические нагрузки, эмоциональное благополучие и прием биологически активных добавок. Сегодня в рамках нашего эфира мы затронем интересную тему. Это как раз принципы питания, о том, какой бывает голод, о том, как стресс влияет на переедание и что нужно делать для того, чтобы правильно питаться. Ну что, погнали! Сначала поговорим о том, что такое в целом голод, который мы испытываем на ежедневной основе. Голод – это естественное ощущение и потребность живого организма в принятии пищи для того, чтобы быть физически активным. Но есть два типа голода – это эмоциональный и физиологический. Пока я не приступила к описанию признаков, которые отличают физиологический и эмоциональный голод, я рекомендую вам сейчас взять листочек и написать буквально несколько отличий физиологического и эмоционального голода. А потом мы вместе сравним, насколько вы точно попали в цель. Итак, признак номер один – о том, как мы чувствуем голод. И что касается физиологического голода, он наступает постепенно. В эмоциональном голоде это чувство как раз может возникнуть абсолютно внезапно, даже когда вы только что плотно поели. Поэтому отслеживайте в течение дня, насколько вы подвержены эмоциональному голоду. Признак номер два – что мы хотим съесть. Когда мы физиологически, физически голодны, мы готовы съесть абсолютно всю правильную ту пищу, которая есть у нас либо в холодильнике, либо если мы где-то находимся вместе, где есть каша, суп, стейки, мясо и так далее. Но что касается эмоционального голода, то здесь история немного другая. Здесь вы хотите именно что-то особенное – либо сладкое, либо острое, либо соленое. И готовы ради этого даже поехать на другой конец города, чтобы удовлетворить свою потребность. Признак номер три – интенсивность. Что касается физиологического голода, средняя интенсивность у него и может подождать. Особенно если вы, когда очень сильно хотите есть, вы выпьете стакан воды, либо, например, перекусите яблоком, потому что нет возможности правильно покушать, вы можете перебить это чувство физиологического голода и дождаться все-таки основного приема пищи. Что касается эмоционального, то здесь так не работает. Вы действительно начинаете фиксироваться на том, что конкретно вы хотите съесть. И готовы сорваться с места работы, со встречи, либо постоянно думать о том, что вам необходим какой-то конкретный продукт, и вы ради него готовы абсолютно даже поменять свои планы. Следующий признак – это сколько можно съесть. Когда вы голодны, вы можете съесть очень большую порцию. В этом основное отличие. Что касается эмоционального голода, здесь вы можете перекусить либо конфеткой, каким-то бутербродом, либо чем-то таким особенным, которое вы до этого хотели, и на этом остановиться. Но в чем самая главная опасность именно вот этих перекусов? Мы их не замечаем. Мы думаем о том, что если съел в течение дня одну конфетку, потом ты забыл про вторую и про третью, и то количество калорий, которое в совокупности составляет потом ваши перекусы, оно-то как раз и вредно влияет на ваш вес и на ваше хорошее самочувствие. Следующий признак – ответьте себе на вопрос, готовы ли вы к полноценному приему пищи. Если вы четко, без раздумий говорите «да», у вас физиологический голод. Если вы говорите «ну, в принципе, не особо одной конфетки, либо одного бутерброда будет вполне достаточно», «добро пожаловать в мир эмоционального голода». Следующий очень важный признак – это те ощущения, которые вы испытываете после еды. После того, как вы правильно поели, и у вас исчезло чувство голода, значит, у вас действительно был физиологический голод. Но то, когда вы начинаете испытывать легкое беспокойство, стресс, чувство вины, определенное напряжение, и чувство голода до конца еще не ушло, вы постоянно думаете о том, что бы еще съесть, то это как раз один из основных признаков эмоционального голода. Что же делать, вы спросите? Казалось бы, да, слишком много признаков, и я думаю, что наверняка, кто слушает сейчас эту лекцию, наверняка нашел у себя признаки именно эмоционального голода. Первое. Что касается физиологического голода. Все очень просто. Просто покушайте до насыщения. Что касается эмоционального голода, во-первых, нужно дать себе пространство для поиска, какая же эмоция у вас вызывает этот эмоциональный голод, что способствует и подводит вас к тому, что вы постоянно думаете о том, чем бы перекусить, и зацикливаетесь на каком-то конкретном продукте. Запишите себе это в дневник, заведите привычку отмечать в заметках для того, чтобы контролировать и различать в течение дня признаки физиологического и эмоционального голода. И даже если вы позволили себе все-таки скатиться в историю эмоционального голода, то постарайтесь себя не наказывать чувством вины, не корить себя за съеденную лишнюю конфету, потому что это вводит стресс и ведет дальше определенно к перееданию. Ну и, конечно же, нужно тренировать определенную практику осознанности. Когда мы больше чувствуем свое тело, мы стараемся различать свои эмоции и свои физиологии для того, чтобы управлять абсолютно своим организмом. И еще один классный лайфхак, который абсолютно на 100% работает. Когда вы, например, позавтракали и достаточно плотно, и буквально минут через 30 или 40 вы хотите еще что-то такое перекусить, то поверьте мне, это включается в эмоциональный голод. Моя рекомендация – выпейте стакан теплой воды. Если после того, как выпили стакан воды, и через какое-то время вы опять хотите есть, выпейте еще один стакан воды. Во-первых, вы начнете вводить себе привычку пить достаточное количество жидкости в течение дня. А во-вторых, вы научитесь контролировать свои эмоции в момент, когда вы хотите сделать какой-то определенный перекус. Ну и погнали дальше. Как вы поняли, эмоции, эмоциональный голод, стресс, чувство вины, определенное нарушение режима – это все могут быть причинами переедания. Но чтобы понять, какие же причины более детально, чтобы осознать свои потребности, чтобы узнать действительно истинные причины своего организма, давайте пробежимся по самым основным. Первое, что влияет на переедание – это физиология. Во-первых, это могут быть проблемы со сном. Обратите внимание, если вы спите мало, то в течение дня вы начинаете гораздо больше кушать. С чем это обусловлено? Организм пытается найти энергию в еде, и поэтому он ищет еще большее количество еды для того, чтобы восполнить свои ресурсы, которые не были восполнены в течение ночи, когда вы должны были хорошо выспаться. Это может быть история на клеточном уровне, это может быть какой-то гормональный дисбаланс. И здесь наша рекомендация всегда, если вы, например, соблюдаете определенный ряд методик для того, чтобы контролировать свой организм, вы соблюдаете абсолютно правильные стандарты здорового образа жизни, но есть определенные моменты с голодом физиологическим, которые вы не можете контролировать, мой совет – все-таки сходить к доктору для того, чтобы продиагностировать свое состояние. Следующий признак – это определенные установки. Я думаю, что все из детства помнят, когда маленькими детьми нас приучали к обществу чистых тарелок, ложка за маму, за бабушку, за соседа, и, собственно говоря, это все тянется еще из детства, и даже когда мы уже наелись, у нас всегда есть в голове, что как бы не обидеть хозяина, кто приготовил этот прекрасный обед, либо, а вдруг бабушка или мама заругает, если я не доем все это блюдо. Сейчас уже изменились времена, и нужно потреблять пищу столько, сколько конкретно необходимо вашему организму, и не обязательно, чтобы вы вступали в общество чистых тарелок. Еще один признак – это эмоции. Вы знаете, что около 60% людей на планете заедают стресс? Действительно, когда организм в стрессе, всегда хочется получить доступ к этой энергии, и не приходит ничего иного, как дополнительно еще поесть. Плюс поесть за компанию, либо от скуки, от печали, перед телевизором, во время просмотра кино и так далее. Это тот момент, когда мы ту рутину, которая вокруг нас, все-таки начинаем ассоциировать именно с принятием пищи. Это как раз неправильно. И, в принципе, наша всегда рекомендация была, когда вы читаете книгу, либо смотрите фильм, либо, например, вы в гостях, но не хотите есть, не нужно потреблять пищу ни за компанию. Когда вы смотрите фильм, насладитесь просто фильмом. Не надо тратить свое внимание именно на потребление пищи. Тогда вы научитесь гораздо лучше управлять именно своим эмоциональным фоном. И, конечно же, сделайте определенную превентивную профилактику эмоциональному голоду. Очень интересный признак этой инстинкты – это когда у нас есть определенные ритуалы еды. Я думаю, что все прекрасно знают отдых, например, all-inclusive, когда на завтрак, на обед и на ужин есть огромное многообразие различных блюд. И наша основная ошибка, когда мы приезжаем на такой отдых, мы хотим абсолютно сразу все попробовать. Хотя данный формат питания будет кардинально отличаться от того, что мы потребляем, будучи дома. И здесь тоже совет будет от нутрициологов, от людей, которые хорошо разбираются в питании. Не нужно менять свои принципы, когда вы едете на отдых. Не надо привозить новые ритуалы и вводить их краткосрочно в свою жизнь. Следуйте своему пути. Вы можете просто разнообразить, например, свои блюда, но не нужно пробовать абсолютно весь тот шведский стол, который стоит перед вами на курортах. Конечно же, неправильный образ жизни – это тоже один из признаков, который влияет на эмоциональное переедание. Когда еда на бегу, когда мы не чувствуем вкус еды, мы не понимаем, что мы едим. Когда отсутствие режима сна, отсутствие физической активности, гиподинамия – это тоже все приводит к определенному перееданию. Потому что вкус еды и вкус пищи, он трансформируется. Он не доставляет то удовольствия и не насыщает организм правильными макро- и микронутриентами, которые ему необходимы в течение дня. Еще один очень важный и один, наверное, из самых сложных признаков – это пищевая зависимость. Я сейчас перечислю несколько признаков, которые отличают как раз людей с пищевой зависимостью. Первое – во-первых, это бесконтрольное потребление пищи. Когда нет чувства насыщения, вы готовы есть больше и больше и больше. Второе – это зависимость от каких-то конкретных продуктов, когда вы вообще не можете без них жить. И если вы, конечно же, не сможете жить без огурцов или помидоров, то это будет прекрасно. Но, как правило, в пищевой зависимости эти продукты исключены из рациона. Когда есть желание остаться наедине с едой, как бы слить конкретные эмоции в пищу – это тоже является одним из признаков пищевой зависимости. Но я не буду говорить еще про ночные походы к холодильнику, когда вы ждете тот момент, что ваша вся семья уснула, чтобы никто не видел наедине только вы и холодильник, и любимые продукты. Это тоже определенные пищевые зависимости. И еще один признак, который влияет на передание, когда мы отвечаем на вопрос «Почему еда?». В данном контексте еда звучит как награда, как привлечение дополнительного внимания, как какое-то поощрение. Ответьте себе на вопрос «Было ли у вас такое, когда вы защитили какой-то проект, сделали классную работу, я не знаю, испытали какой-то определенный успех в течение вашей рабочей деятельности, либо личной, и вы готовы идти отмечать либо в ресторан, либо купить любимые пончики и так далее. Это играют ваши эмоции, которые награждают конкретно ваше тело именно едой. Вот здесь этот момент как бы нужно исключать, потому что это тоже определенная установка, которая идет с детства, когда, будучи маленькими детьми, нас родители поощряли конфеткой, либо пироженым, да, либо поход, например, с замороженным. Ну и хочется ответить, конечно же, на вопрос о том, как же поработать и с сильным физиологическим голодом, который невозможно терпеть, и с эмоциональным голодом. Конечно же, эти две темы, они очень большие, и в одном видео про них не расскажешь абсолютно на 100%. Но уже сейчас вы можете сделать какие-то определенные шаги для того, чтобы помочь себе управлять этой историей. Что касается сильного, неуправляемого физиологического голода, конечно же, рекомендация, как я сказала чуть ранее, это сделать дополнительные анализы, сходить к врачу, посмотреть, что же влияет на постоянный голод, который вы испытываете в течение дня. Вам поможет понять вашу картину и анамнез вашего организма. Что касается эмоционального голода, то здесь, конечно, придется достаточно. поработать. Все-таки это ваши эмоции, вам нужно осознать эмоции, вам нужно провести определенную взаимосвязь. Что вызывает конкретно желание и почему, какие эмоции для того, чтобы вы употребляли на постоянной основе те или иные продукты и постоянно хотели чем-то перекусить. И готовы были ради продукта поехать на другой конец города. Заведите дневник, отмечайте. Я испытал радость, и я наградил себя, например, какой-то конфетой. Это уже эмоция. Старайтесь максимально это исключать из своей рутины и внедрять более полезные привычки. Как я тоже говорила немного ранее, выпить стакан воды, либо, например, съесть яблоко, либо постараться наградить себя чем-то другим. Купить себе книгу, устроить себе шоппинг, встретиться с друзьями. Это гораздо более полезная награда для вас. Ну и, конечно же, один из важных советов, даже если вы что-то съели, вас будет приводить к стрессу именно ваше чувство вины, ваша напряженность и то, что вы не справились в данный момент с этой ситуацией. Не нужно. Постарайтесь это проработать и поменять этот слайд в вашей голове, потому что именно такие негативные эмоции ведут к постоянному стрессу вашего организма. Если вы примете и осознаете о том, что эти эмоции были вызваны каким-то определенным событием, и вы знаете, как это событие проработать, то тогда вы абсолютно на верном пути для того, чтобы управлять своими эмоциями и, более того, победить свой эмоциональный голод. Давайте рассмотрим еще одну очень интересную тему. Что же конкретно отвечает на физиологическом уровне за наш аппетит, за наши чувства насыщения и чувства голода? Расскажу вам сейчас простым языком о трех самых главных гормонах, которые работают у нас на возникновение аппетита, подавление аппетита и на переработку углеводов. Итак, первый гормон, который мы рассмотрим, это гормон лептин. Это пептидный гормон, который находится в жировых тканях нашего организма. И чем больше жировых отложений в нашем организме, тем больше количество этого гормона. Он отвечает конкретно за подавление аппетита. И если данный гормон в вашем организме работает абсолютно правильно, то вы чувство насыщения испытываете абсолютно нормально после принятия пищи и не испытываете этих эмоциональных и физиологических проблем в дальнейшем. Следующий немаловажный гормон – грелин. Это практически антагонист лептину. Это гормон, который вырабатывается слизистой нашего желудка и как раз посылает сигналы головному мозгу и вашему организму о том, что вы проголодались. Эти два гормона – лептин и грелин – работают связки. Для того, чтобы правильно и корректно работали в течение дня, очень важно как раз соблюдать режим, чтобы вы ночью высыпались. Ведь не секрет, что именно гормональный фон каждого человека восстанавливается именно тогда, когда вы ночью спите. Если у вас нет проблем с режимом, то тогда, скорее всего, ваши гормоны будут работать абсолютно верно. И, конечно же, правильное питание. Нашему организму необходимо достаточное количество клетчатки, достаточное количество белка и углеводов, чтобы организм работал абсолютно как часы. И гормональный фон у вас был абсолютно идеален. И еще один очень важный гормон, который работает в нашем организме – это инсулин. Он вырабатывается поджелудочной железой. И это единственный гормон, который как раз отвечает за снижение уровня сахара в крови и за регуляцию углеводного обмена в вашем организме. Это очень важный гормон, который помогает получать углеводы, то есть источники энергии для вашего организма. Почему очень часто у людей как раз с лишним весом, с ожирением, как раз возникают проблемы с гормоном инсулина? Объясню, почему достаточно простым языком. Вот обратите внимание на то, как работают наши гормоны в течение дня. Когда мы проголодались, у нас включается в работу гормон грелин. Когда мы испытываем чувство насыщения – гормон лептин. Гормон инсулина работает постоянно. С каждым приемом пищи, который вы кладете себе в рот, он воспринимает сигнал как то, что из него нужно взять энергию для того, чтобы проработать глюкозу в крови вашего организма. И если его постоянно нагружать и не давать ему отдохнуть, то, конечно же, через какое-то время гормональный фон дает сбой. Почему? Всегда рекомендуют за несколько часов до сна прекратить уже приемы пищи и довольствоваться только либо стаканом воды, либо выпить чашку чая, возможно, выпить протеиновый коктейль. Но уже конкретно прием пищи, когда требуется трата энергии, ресурсов вашего организма и включение гормонального фона в работу, то дайте им немножечко отдохнуть. Любая, даже мощная машина всегда нуждается в прохождении техобслуживания и, конечно же, остановиться, просто дать остыть двигателю. Здесь то же самое. Отношение к себе как к организму, которому тоже нужно давать отдых и давать возможность на восстановление ресурсов, которые были затрачены в течение дня, это будет залогом вашего прекрасного и здорового самочувствия. Итак, в рамках нашего сегодняшнего видео мы проговорили весьма интересные темы. Мы разобрали, что такое эмоциональный и физиологический голод. Мы проговорили про то, какие же гормоны влияют на чувство насыщения и чувство голода. И в целом, для того, чтобы перейти к следующей теме, я хотела бы вам дать небольшое домашнее задание. Первое. Поработайте со своими эмоциями. Если вы видите, что в течение дня в большей степени вы хотите кушать только потому, что вами управляют эмоции, записывайте и начните ввести свой дневник. Обратите внимание, это задание номер два, сколько вы употребляете в течение дня клетчатки и правильных белков и углеводов. Тоже отмечайте себе в заметках, либо введите свой пищевой дневник. И третий момент. Давайте начнем вместе соблюдать свой режим дня, потому что именно качественный сон, здоровый образ жизни ведет к тому, что ваш организм будет работать абсолютно как часы. Ну а в следующем видео я расскажу вам про простые стандарты питания и о том, как создать грамотный и очень удобный рацион питания для вас в течение дня. Поэтому оставайтесь с нами, будьте здоровы и до следующей встречи. Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!